Мы понимаем вопросы, которые интересны всему обществу и которые нам задают люди. И мы не делим людей на хороших и чуть менее хороших. Мы говорим об обществе. И мы не претендуем на то, что это только инициатива коммунистов и социалистов. Нет, мы призываем вместе решать вопросы. Мы не понимаем, как из активной боевой силы вчерашняя оппозиция превратилась в столь пассивную власть, которая не хочет и боится обсуждать эти резонансные вопросы. Депутаты напомнили, что в ходе заседания парламента они затронули три социально значимых вопроса, которые фракция ПДС отказалась включать в повестку. Было отказано в проведении слушания министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спына по газовому вопросу. Депутат Олег Крейдман, выступивший с этой инициативой, подчеркнул, что теперь и парламентское большинство показало свою полную незаинтересованность в разрешении этого вопроса, хотя срок контракта с «Газпромом» истекает 1 октября. Все общество отметило категоричный отказ премьер-министра и так называемого президента участвовать в этих переговорах и как-то влиять на процессы, на поддержку молдавского предприятия «Молдова ГАЗ» в этих переговорах. Хотя все страны всегда поддерживают своих крупных производителей, свои корпорации. К сожалению, такое самоустранение говорит о полной безответственности указанных руководителей, по крайней мере в этом пункте, и говорит о том, что совершенно не интересует руководство страны ситуация, в которую попадут и хозяйства, я имею в виду, и предприятия, и жители. Не захотело парламентское большинство внести в повестку дня инициативу блока о повышении зарплат медработникам на 40%, хотя этот проект, инициированный еще пятым президентом Игорем Дадоном, был проголосован единогласно в первом чтении прошлым составом парламента, и финансирование было предусмотрено в госбюджете. Власть ищет причину, но не ищет возможности реализовать это. Более того, на этой неделе мы были все свидетелями, когда правительство в лице министерства заявило о том, что денег нет. Возникает вопрос. При нас деньги были. Мы нашли миллиард леев для этого увеличения. И мы задаем вопрос правительству, куда вы дели миллиард для врачей, который был заложен нами в прошлом парламенте. Депутаты ПДС не захотели заслушивать сегодня руководство Наре, несмотря на то, что рост цен на топливо является причиной для роста цен на большинство продуктов питания и товаров. Мы подняли вопрос о том, чтобы заслушать руководство Наре. Мы хотели узнать, почему и сегодня поднялись цены на топливо. Сегодня один литр бензина стоит уже 21 лей, а литр дистоплива – 17 лей. Нас удивляет эта трансформация из оппозиции во власть. Когда господин Алайба, господин Перчон и другие коллеги за ночь превратились в бюрократов, теперь они готовы слушать руководство Наре только в комиссии. Теперь они призывают не спешить, подумать и не торопиться обсуждать всё на парламентском пленуме. А как не спешить, если цены растут с каждым днём? И это проблема всех нас. Депутаты от Блока коммунистов и социалистов в знак протеста против поведения партии власти и протестуя также против нежелания ПДС решать насущные проблемы населения, покинули зал заседаний парламента. Мы хотели получить комментарии от пресс-службы ПДС, но наши звонки остались без ответа. Продолжение следует...